привет это третий отчет по моему проекту project pen кто не знает что это лучше наверное посмотреть отдельное видео но в двух словах это когда у тебя есть какие-то остатки какие-то продукты которые тебе в принципе нравятся но ты как-то слабыми пользуешься выбросить жалко отдать невозможно купить новое не представляется возможным потому что вроде вот оно лежит ну в общем мотивация может быть у всех разное какие продукты включаете в этот проект тоже решает каждый сам для себя кто-то может даже одежду включать потому что хочет доносить какие-нибудь ботинки либо какую-нибудь футболку кто-то включает только косметику кто-то уходовую косметику но в общем это все зависит исключительно от вас в принципе вас вполне возможно через некоторое время всем нужно будет делать проект project pen по гречке и макаронам но это в общем решайте сами я рассказываю о себе я три месяца назад сняла идиоз все замерила все записала у меня есть отдельная страничка в моем bullet journal где я прям конкретно внесла все замеры что сколько какой длины там карандаши были какой высоты были столбики жидкости в каких-то жидких субстанциях в общем все что можно было записать я записала единственное я не во время вернее позже уже догадалась что в принципе что-то можно было взвесить но что я не смогла записать сюда но в общем бог с ним что-то более точно и учит но что-то менее точно суть в принципе не в этом суть в том что я как-то продвинулась с какими-то продуктами закончила совсем с какими-то продуктами меня постигла неудача в общем давайте разбираться смотреть и обсуждать мои успехи и не успехи хочется еще сказать что он на самом деле когда ты ведешь этот проект публично то есть некоторая засада в том что я вот для себя решила что я наверное все таки буду хранить все баночки которые освободили чтобы в конце проекта предоставить существенные доказательства если ты это делаешь сам для себя то конечно так заморачиваться не надо и ты гораздо быстрее избавляешься от всего этого это все у тебя в доме не занимает места у меня все это несмотря на то пользовалась этими вещами или не пользовалась все эти банки все равно три месяца были у меня дома в общем есть такая подстава поэтому хочу вам на это пожаловаться отдельно давайте начнем наверное с парфюмерии здесь у меня полный успех я начинала с одних духов с вот этих и я их закончила полностью кажется месяца за полтора-два и потом еще я добила остатки второго парфюма все было легко и просто в принципе я не усердствовала как-то я не заливалась этими духами с ног до головы просто использовала каждый день при том что в обычной жизни я не пользуюсь духами каждый день на последние три месяца видимо от меня очень хорошо пахло все время потому что я использовала их каждый день и в общем это привело к успеху и там и вообще ничего абсолютно не осталось ни капли ни крошки я кстати говоря чувствую себя примерно как ведущая магазина на диване мне кажется я тут так все расставлено красивенько дальше здесь не стоит ничего связанного с ногтями хотя изначально я пыталась включать в проект какие-то лайки гель лайки но вообще полный провал за три месяца я не красила ногти ни разу я в принципе уже довольно давно ну практически полностью отказалась от всего этого мне как-то стало неинтересно меня в принципе устраивают мои ногти и так хотя сейчас они все обляпаны краской потому что дома ремонт тем не менее я с лаками поступила следующим образом что-то я просто отожила оставила до лучших времен потому что пока я не нашла кому отдать а сама не пользуюсь а то что я смогла отдать и я отдала на какой-то встрече с подружками мы обменивались какими-то вещами и нашла девочка которая забрала у меня часть лаков за что и спасибо большое и стресс для волос я закончила маску сейчас я в ближайшее время не планирую покупать никакие маски я пользуюсь сейчас только кондиционером в принципе мне сейчас этого достаточно если что-то изменится я увижу что состояние волос как-то мне начинает не нравится я наверно куплю какой-нибудь другую маску но сейчас это вот полностью пустая баночка она тоже у меня закончилась прям очень быстро одно из первых потому что мы было не очень много еще у меня закончился десторант про это я тоже уже рассказывала в общем было легко и быстро закончился он практически моментально потому что там и так уже было в общем мне казалось что он вот-вот закончится полгода до того как я начала проект и вот в рамках проект наконец-то он закончился я уже рассказывала я перешла на кристалл пока вроде все хорошо правильно где-то в комментариях писали что с кристаллом немножко по-другому надо обходиться не просто по влажной коже там пару раз провести надо немножко более настойчиво это делать и тогда он работает лучше то есть если просто один там туда-сюда поводить то эффект будет очень слабый либо вы вообще не заметите а если потереть получше то то все работает и нету запаха опять же и я не говорю что кристалл это прям супер какая-то такая правильная вещь в принципе наверное десторантами вообще не пользоваться есть такое мнение я я в общем слава богу не очень сильно потею и наверное могла бы и совсем от них отказаться но пока пока так пока я пользуюсь кристаллом на данный момент это мой выбор вы сами решаете для себя обсуждать своими врачами в общем я не настаиваю и не говорю что всем надо срочно переходить на кристалл еще и средств для тела закончилась вот такое вот масло одно какое-то антицеллюлитная антиэйдж в общем можно стать видимо помладеть и стать гладкой при его использовании я ничего не плохого не хорошего о нем сказать не могу пахло но неплохо я полностью его добила как видите еще кстати хочу сказать что в принципе да если вот разрезать упаковку и оттуда все выковыривать да там еще что-то находится но я как-то умею видимо достаточно тщательно все выдавливать и без этого поэтому ну после разрезания упаковки у меня не было такого что ой вот там еще на 20 раз и на 10 раз нет у меня ну максимум на один раз я смогла там еще что-то наскрести вот но все равно да я после предыдущего отчета в котором я показывала и говорила что вот он закончился я его все-таки разрезала и еще один раз им помазалась также благополучно закончилась пенка для умывания когда началась вся эта эпопея с вирусом и стали супер активно быть руки гораздо больше чем раньше и вот мы ее полностью добили мыли и руки были было много предложений оставить этот дозатор использовать его дальше но на самом деле я не знаю его либо надо как-то разобрать в общем короче говоря сейчас ситуация такая что ты его нажимаешь его заедает в нижнем положении поэтому использовать его для других каких-то мощных средств не знаю получится или нет если так и будет заедать что придется просто сдать переработку по бытовой химии мои успехи очень скромные я добила туалетный ученок это тоже уже давно случилось я уже показывала в отчетах я против почти не продвинулась вот этим чистящим средством потому что я пользуюсь содой но вот это видимо все таки надо я не знаю предложу кому-нибудь из знакомых потому что ну я просто вот ну не пользуюсь я им мне не актуально это у меня сейчас совершенно другая рутина по уходу за домом поэтому вот он не живет это кстати сив очень долго вспоминали но все-таки по упаковке по форме бутылочки смогли вспомнить из смешного и забавного у меня было так было такое средство для духовок и микроволновок и я вообще абсолютно была уверена что да вот уже не нужно где-то совсем и там его довольно много и в общем я с ним мучилась мучилась не знал куда его использовать и в итоге хотела признать полное поражение что я не не знаю куда его девать но сейчас буквально днях мы с мужем купили купили гриль газовый который стоит на улице и как раз там происходит то что нужно отмывать этим средством то есть всякие нагоревший жир и все такое потому что дома мы такое вообще не готовим никогда и не было необходимости в этом средстве и вот кажется настал его звездный час я думаю что когда мы надумаем мыть гриль и он оно будет очень кстати ну и на сладкой осталась декоративная косметика с декоративной косметикой на самом деле я не знаю как люди умудряются иметь огромное количество косметики там всем пользуются она у них как-то еще заканчивается я красилась практически каждый день эти три месяца хотя вообще я не очень это дело люблю но тут я решила что надо потому что надо добить ну и вообще какой-то новый экспириенс что в итоге в итоге у меня да есть какие-то подвижки я например полностью добила блеск для губ закончился совсем и я почти 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 добила румяна который я показывала уже неоднократно там прям осталось ну не знаю выковыривать уже практически невозможно в общем осталась самая-самая капелька в одном углу я честно говоря очень надеялась что они закончатся к съемке этого видео и что будет как раз торжественно три месяца с начала проекта и я добью эти румяна но видимо я их добью еще через недельку другую тени я брала в проект один цвет из этой палетки и я очень хорошо продвинулась и там видно дно что собственно project pen да pen это вот те самые то самое pen это вообще сковородка но то самое дно рефилы которые собственно все мечтают в рамках таких проектов увидеть я его увидела и продолжаю пользоваться в принципе за последний месяц вот это донышко но существенно расширилась потому что месяц назад там только-только я доковыряла до дна что я вообще думаю по этому поводу я думаю что румяна когда закончится те которые только что показывала я перейду на эти потому что в принципе мне цвет нравится он такой ну в общем наверное немножко более холодный чем у предыдущих но меня вполне устраивает вот эти белые тени но они просто реально вот они как мел и просто белые то есть куда их использовать я не могу придумать до предлагали под бровь в уголок глаза но во первых смотрится честно говоря так себе во вторых ну я не знаю сколько вообще десятков лет нужно чтобы истереть этот рефил если ты его используешь только допустим в уголок глаза во внутренней дальше следует средство для губ я уже много раз показывал этот огрызок он стал еще короче но до сих пор не кончился так что ждите еще видео с розовыми губами и неожиданные совершенно эффекты неожиданный исход по карандашам для губ есть один цвет такой пыльно-розовый который я считаю мне больше всего подходит и я видимо его как-то очень экономила потому что мне было страшно что он закончится зато я очень сильно продвинулась с темным цветом который но на самом деле для меня слишком ядерный я его активно мешала с розовым и мне кажется что получается неплохо в общем за три месяца я не смогла добить даже до полного конца даже один карандаш но тем не менее я сильно продвинулась и считаю что я молодец последнее что мне осталось показать это тушь тушь у меня не закончилась потому что я честно говоря просто и практически не пользовалась я красила ресницы краской перманентный раз где-то в три-четыре-пять недель в общем когда было не лень и и собственно поэтому я тушью не пользовалась мне всегда очень лень смывать косметику и для меня это прям целое приключение поэтому будь чем меньше я крашусь тем проще мне жить и именно тушь смывать мне как-то наименее приятно поэтому возможно с тушью надо просто уже признать что это поражение и наверное избавиться от нее потому что для таких продуктов я верю в сроки годности ну то есть я считаю что тут есть чему портится и через несколько месяцев тут формально шесть месяцев на самом деле она у меня уже мне кажется месяцев 8 в общем я думаю что с этой тушью мы распрощаемся и то же самое касается краски для ресниц я поначалу пользовалась очень активно потом честно говоря мне надоело и я забила сколько там чего осталось я совершенно не имею представления потому что вот если разобрать футляр то видно что внутренняя часть она непрозрачная белая и что с ней делать как определить сколько там чего осталось непонятно но судя по всему что-то там еще осталось а может и нет в общем тоже меня покинет я постараюсь максимально разобрать насколько это возможно и издать в переработку ну и последнее что у меня тут осталось на самом деле это средство не входило в проект но случайно здесь лежит но раз попала в кадр расскажу это скульптор скульптором этим я планирую пользоваться после того как закончится манитине на самом деле они очень похожи по оттенку и честно говоря по структуре по моему тоже похожи свой чуть делать бесполезно и то и другое как то очень бледное в общем неважно у меня уже есть замена для теней для румян у меня тоже есть продолжение для губ у меня карандаши не кончились в общем к чему это я все к тому что я ничего не планирую покупать из-за того что я закончила духи у меня тоже еще есть в общем я наконец-то сегодня торжественно отсортирую весь этот мусор и избавлюсь от него от вас жду рассказов о том как ваши проекты продвигаются я знаю что кое-кто тоже начинал вместе со мной или чуть позже рассказываете как прошли эти три месяца у вас если подвижки избавились ли вы от чего-то удалось ли что-то закончить или вы наоборот накупили еще 28 новых помад на этом я буду с вами прощаться я думаю что продолжать видео пока по крайней мере о проекте project band я не буду ну то есть если я задумаю что-то еще допить доносите я сниму новое стартовое видео и расскажу рассказывать о том что вот здесь чуть-чуть осталось я уже смысла не вижу я для себя считаю что проект этот был успешным и на данный момент он для меня заканчивается я изначально ставила себе срок в три месяца и вот эти три месяца прошли я молодец все я не попрощаюсь ставьте лайки и подписывайтесь рассказывайте как ваши дела все пока